Разваливается на глазах. Житель аварийного дома по улице 4 Нагорная, 27, рискует оказаться заживо погребенными. Ситуация со зданием, которая уже 17 лет признана непригодным для проживания, стала критической. Там трескаются стены, проваливается пол и осыпается штукатурка. О том, как 8 семей выживают в таких экстремальных условиях, расскажет Анастасия Куклева. Когда свет ночью зажгут, и вот между этими бренными свет, это самое, видно? Трудно поверить, что в этом практически развалившемся доме сегодня проживают 8 семей. Снаружи стены ветхого строения давно пошли трещинами. Окна и двери перекосились. Нина Константиновна – местный старожил. В этом доме пенсионерка живет больше половины века. Говорит, за последние 20 лет дом превратился в решето. Чтобы здание не рухнуло, жильцы-пенсионеры своими руками заделывают трещины, сами чинят крышу. Сами все, сами. Вот видите, все сами. Вот эти бабочки живут. Одной 81 год, другой 80 лет. Вот они ходят. Одна-то более-менее пошустрее. Вот она вот мажет, ходит в штукатуре. Ситуация в подъезде плачевная. Но в самих квартирах дело обстоит еще хуже. Этой кухней жители аварийного дома не пользуются уже пять лет. После того, как обрушилась часть стены между комнатами, сейчас она заделана фанерой. Но от обрушения дом это не спасает. Здесь рушатся все стены и сыпется потолок. В таких нечеловеческих условиях Людмиле с мужем и тремя маленькими детьми в буквальном смысле приходилось выживать. После того, как стена в спальне дала сильную трещину, многодетные родители решили – подвергать жизнь детей опасности нельзя. И переехали на съемную квартиру. Правда, платить за жилье для семьи обременительно. Страшно, очень страшно. Потому что потолок действительно рушится. И мы вынуждены были просто переехать на съемную квартиру. Платим по 15 тысяч в месяц. И здесь также за коммунальные услуги оплачиваем. Никто ничего не обещает, никто ничего не говорит. Те, кто не может переехать на съемную квартиру, вынуждены жить в экстремальных условиях. В квартире Светланы играют полы, лопаются стены и разрушается потолок. Особенно трудно, говорит женщина, приходится зимой. Из перекошенных окон и дырявых стен дует холодный ветер. Перекосилась, не закрывается до конца. Вот, валиком вот закрываем. Эту створку не открываем ее, потому что нижняя рама падает. Квартиры в этом доме признали непригодными для жилья еще в 1998 году. В 2010-м жители аварийного дома попали во второй этап программы переселения. И до Нового года должны были справить новоселье в новых квартирах. Однако, дата переезда, говорят местные жители, постоянно переносится. Табличка висит у нас на подъезде, что до 31 декабря 2015 года дом будет расселен. Пока вот обещают, как бы что-то у них не подходит, что-то не закончилось, где-то там дома еще не готовы. Ну, тут обещают. Точный срок, никто ничего не говорит. Сроки второго этапа переселения из аварийного жилья сдвинулись из-за тяжелой ситуации с областным бюджетом. Сейчас на эти цели региону представлен кредит, который позволит в следующем году закрыть этот этап. Денежные средства пришли. Поступили они 14 сентября. В крупных городах, Индельсе, Саратов, за три месяца фактически жилье построить невозможно. Мы купили все, что было на этом рынке. Это порядка 400 квартир. Мы сейчас моментально объявляем все аукционы и строительство идет, но закончится оно в следующем году. Но одновременно два этапа, и второй, и третий. Пока точной даты переезда жителям не называют. Новое жилье они обязательно получат. Возможно, уже в следующем году. Но обитатели Ветхого дома опасаются. До этого времени аварийное здание может не простоять. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.